Ли Цян проинспектировал борьбу с паводками в провинции Хунань. Главы МИД КНР и Замбии обсудили подготовку к саммиту форума китайско-африканского сотрудничества. В городе Чанше развивают промышленный туризм. Курсанты военно-морских академий КНР приняли участие в международной парусной регате. Премьер Госсовета КНР Ли Цян посетил деревни, пострадавшие от недавних ливней в городском округе Чэньчжоу провинции Хунань. Глава китайского правительства проинспектировал работу местных властей по борьбе с паводками. Он распорядился сосредоточить внимание на поисково-спасательных работах, восстановлении дорог, линий электроснабжения и коммуникационной инфраструктуры. Премьер Госсовета прибыл в пункты временного размещения, где навестил эвакуированных жителей и призвал обеспечить их всем необходимым. Ли Цян также провел совещание по вопросам противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий стихийных бедствий. Политик подчеркнул, необходимо гарантировать безопасность ключевых дамб, водохранилищ и инфраструктуры, оперативно выделять материальную и финансовую помощь в случае наводнений. При этом безопасность людей всегда должна оставаться в приоритете. Министр иностранных дел Китая Ван И принял в Пекине коллегу из Замбии. Мулам Бахаимбе возглавил МИД в июне. Для него это первый зарубежный визит в новой должности. В ходе переговоров Ван И подчеркнул важность развития дипломатических отношений между двумя странами. Спасибо, что выбрали Китай для первого зарубежного визита. Уверены, что это отражает решимость президента Замбии Хокаинда Хичелемы активно развивать дружбу с КНР. В этом году исполняется 60 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Оглядываясь на эти годы сотрудничества, мы считаем наши связи, ориентированными на народ, стратегически важными и справедливыми. Министры обсудили подготовку к четвертому саммиту форума китайско-африканского сотрудничества, который запланирован на начало сентября. На мероприятии рассмотрят грандиозный проект, который связывает Китай, Замбию и Танзанию. Его реализация началась еще в 70-х годах прошлого века. Тогда страны совместно построили первую на континенте постколониальную железную дорогу протяженностью почти 2000 км. Она соединила танзанийский порт Дар-эс-Салам с медными месторождениями Замбии. В то время партнеры смогли проложить только узкоколейку. Пекин предлагает модернизировать ее до ширококолейной скоростной магистрали, опираясь на возможности форума китайско-африканского сотрудничества. Стоимость проекта составит около миллиарда долларов. Промышленный туризм набирает популярность в городе Чанше провинции Хунань. Участники экскурсий посещают предприятия и знакомятся со всеми тонкостями производства изнутри. Сейчас для всех желающих открыт научно-технологический парк Юаньда. Это штаб-квартира одноименного группы компаний, которые специализируются на зеленых решениях, в том числе системах очистки воздуха и повышении энергоэффективности. Промышленный туризм в научном парке Юаньда развивается с 2016 года. Посетители могут увидеть здесь передовые разработки. Многие из наших гостей подростки и студенты. Деревья здесь высажены повсюду и занимают 70% площади комплекса. В технопарке есть и экофермы. Здесь выращивают грейпфруты. У нас много фруктовых деревьев и зерновых культур. Мы также содержим животных, в том числе домашних и перелетных птиц. Нашим сотрудникам и посетителям мы предлагаем на 100% органические продукты питания. Всего в Чанше открыли 8 маршрутов для любителей промышленного туризма. Все они способствуют развитию и популяризации нового направления. Военно-морские силы КНР впервые провели в Доляне международную парусную регату, чтобы расширить обмены с вооруженными силами других стран. В день образования Народно-освободительной армии Китая к гоночным экипажам из восьми стран присоединились курсанты из семи военно-морских академий Поднебесной. Чтобы выйти на старт, молодым морякам сначала надо было заслужить такое право в учебных классах. Курсанты уверены, это того стоило. Здесь мы можем обменяться опытом с иностранными моряками. А главное, такие соревнования позволяют показать дух и закалку курсантов наших военно-морских академий в новую эпоху. Мы живем в глобальном сообществе. Для нас важно лучше узнавать друг друга, сотрудничать и предлагать помощь, когда она нужна. Участники яхтенных гонок смогли показать свои навыки, а заодно поучиться мастерству у соперников. Регата воплотила дух международного сотрудничества и укрепления связей, которые много лет продвигают в КНР.